Алло здравствуйте я вас слушаю здравствуйте А кто это слушаю вас Бирбанк России специалист Пашков Алексей Иванович Владимир Михайлович Говорю же да 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 это вы да Хотел уточнить у вас по кредитной карте просроченная задолженность восемьдесят дней с чем связано С отсутствием возможности вносить денежки А что у вас вы где-то далеко от Бирбанка находитесь? О нет гораздо прозаичнее причина отсутствие средств А что у вас с чем сработает что-то проблема или как? Какое-то имеет значение в контексте данной сложившейся ситуации у человека Вы мне сможете каким-то образом помочь, коль так горячо интересуетесь моим финансовым положением? Отлично вы В отличие Бирбанк интересуется в связи с тем, что может какие-то советы дать по... Боже упаси, ну хорошо дайте мне советы У меня на днях опыт полностью провалился В него было вложено неимоверное количество средств, нервов, времени, денег и... И считать три года работы на смарку Просто реакция полностью наоборот Показала результат Вместо того, чтобы жидкость приобрела фиолетовый оттенок Она приобрела оттенок черно-зеленый Знаете такое? Это как вроде в простой прозаической форме Зеленый цвет в путь вперед Но я ее воспринимаю как философ Любой результат, даже отчитательный Это в принципе знак Нужно просто сделать выводы И никого не обвинять Двигаться дальше Так вот Я провел много бессонных ночей За книгами, учебниками, за литературой И в итоге все на смарку Теперь все нужно заново делать Я не доедал, не досыпал Потратил уйму денежных средств И своих, и предприятия И в итоге результат фиолетовой Фиолетовая жидкость получилась То есть реакция не была того эффекта Который от нее ожидали В этой связи я сейчас, скажем так И в финансовом плане И в моральном полный банкрот Понятно, Владимир У вас финансовые поступления какие-то есть? То есть карту оплачивать в ближайшее время вы сможете? В этом случае я просто буду вынужден умереть с голоду Если я буду деньги, которые сейчас у меня поступают Отдавать в счет погашения амбиции коммерческой структуры Понятно Владимир, дело в том, что на текущий момент Сумма основного долга у вас 72 тысячи рублей Сумма просрученных платежей В течение 80 дней вы не оплачивали Накопился долг 14 тысяч 300 рублей И банк требует оплату до 21 октября И смотрите, если оплата не поступает В ближайшее время банк может Выставить вам всю сумму основного долга К единовременной оплате То есть 72 тысячи рублей К единовременной оплате вам будет выставлено До 21 октября решите вопрос оплаты Человек, вот вы сейчас сказали Прошу 3 секунды времени Клава сейчас о сестре Клава, посмотри там в кошельке У нас деньги не появились случайно А то тут молодой человек мантру проговорил такую ужасную Видимо надеется от того, что он мне поставил такие условия У меня деньги появятся Вы знаете, сестра головой машет Ничего не появилось Вы мне предлагаете идти на паперти Или может быть с голоду, как я предположил умереть Лишь бы оплатить вам Просто немножко условия договора Нужно соблюдать ежемесячно Необходимо Значит, вы, пожалуйста, выражайтесь пояснее Человек от науки Что значит немножко условия договора Немножко условия договора Нужно соблюдать условия договора Немножко все-таки или все-таки как-то Полностью Полностью Так вы соберитесь с мыслями и определитесь Хорошо, очередная мантра Клавуся, дорогуша, посмотри Может быть теперь деньги появились в кошельке Нет, Клавуся блины печет Не может Уже сказала Владимир, договор необходимо соблюдать И О, третьего раза, наверное, появились деньги в кошельке Хорошо, я понял, что вы отказываетесь от оплаты Я прошу отсрочки у вашего уважаемого учреждения Чтобы я вновь собрался силами Подумал над новыми движениями И, скорее всего, я приближусь к какой-нибудь государственной премии И тогда я буду способен закрыть все А пока что мне кушать нечего Вот только блинчики Владимир, чтобы получить отсрочку, вам необходимо Вы, как-то, вот смотрите Есть такой инструмент, как рефинансирование То есть это подразумевает полностью прекращение всех плачежей? Вы понимаете, что чтобы испечь блинчиков Я должен был обратиться к маме Чтобы она мне немножко отсудила муки То есть отсыпала в ящито муки Для того, чтобы моя дружайшая сестрица Которая сейчас меня сопровождает Потому что я в ужасной депрессии Смогла напечь мне блинчиков На сухом молоке Вот я сейчас сижу и думаю Появился у меня аппетит? Я думал, появился После вашего звонка он опять вновь пропал Клавуся, не трудись, дорогая Не надо блинов Владимир Мич, банк может предложить вам реструктуризацию Нет такого слова «предложить» Я вам напомню, человек от науки предложит Хорошо Вы, пожалуйста, за речью своей следите Вы же официальный звонок совершаете Банк предлагает вам Рефинансирование долга То есть вы можете собрать справки Связывающие с тем, что у вас доход уменьшился Ежемесячно у вас уменьшился Пожалуйста, прошу прощения Что кого с чем связывающее? Вот у нас у химиков Это термин совершенно в другом развитии Эксплуатируется Связывающие элементы Связывающие еще какие-нибудь структуры Понимаете? И вот связывающие справки Это, скажем так, абсурд филологический Владимир Мич, по кредитным обязательствам В зависимости от того, какие термины использую Вас никто не освобождает Не-не-не-не, вы ошибаетесь, дорогой мой Речь должна быть конструктивна И полностью обдумана Иначе у меня возникают подозрения, что вы мошенник Я же не могу вас идентифицировать Кто вы и что вы Я вам верю на Вы тоже мне поверили на слово, да? И вот выкладывайте Вы, пожалуйста, сотрудник там этого уважаемого Сбербанка Уже выложили, помните, да? Всю информацию о человеке Даже не удосужились удостовериться Он это или не он Понимаете? Меня очень это напрягает А что вы спросили? Вы спросили мою фамилию, имя, отчество Я сказал, слушаю вас А далее что? Так может сказать любой человек А как же верификация персональных данных? Мне, конечно, все равно Я в научной депрессии Но вы тоже должны быть на своем месте Вы уже столько ляпов совершили Начиная от безобидных речевых ошибок И заканчивая профессиональной ошибкой Невозможности, вернее, отказом от верификации собеседника Это же у вас строго в инструкциях прописано Поверьте У меня начальник службы безопасности Очень хороший знакомый Сбербанк Он мне подсказал, как себя вести Но это вас, я надеюсь, не касается Он мне пошел навстречу Сказал, будет лично заниматься моим делом Начальник службы безопасности Санкт-Петербургской области Сбербанк там есть Я, наверное, все-таки передам Вот эту запись разговора Потому что он мне порекомендовал все переговоры записывать Но вы тут наговорили, я чувствую себя Если хотите, могу не передавать, но вы только больше мне не звоните Ладно? Хорошо, Владимир, вы можете передать всю запись разговора На предмет оценки вашей профессиональной принадлежности Хорошо, я в данном случае ничего не нарушал Владимир Ну это не вам мешать По мне так вы сильно очень нарушили До 21 октября вы внесете сумму просроченной задолженности? Сейчас, дорогушек, ловуся Напеки побольше блинов Пойду на рынок, продам Может быть будет денег Чуть-чуть в кошельке Понимаете? Я сейчас более актуальный способ предлагаю Нежели вы Вы просто трепите языком, что называется Извините за выражение Причем совершая постоянно ошибки речевые И думаете от того, что вы мне выкладываете Вы уж извините, я распоясался чуть-чуть Потому что вы меня довели У меня аппетит пропал У меня вес теряется И у меня отказывается Мозг мой достойный думать в нужную сторону Потому что от того, как я буду думать С этой скоростью и появятся у меня в ближайшее время финансы А иначе вот эти ваши звонки Они только провоцируют Провоцируют меня к бездействию Понимаете? Вы своими звонками-то заполните Владимир Мич, банк еще может предложить вам Выплатить 30% до 21 сентября Чтобы избежать выставления всей суммы Да Клауся замучается тут блины печь А подождите, хорошо, хорошо, ладно Окей, давайте так Вот вы мне все говорите Избежать того, избежать этого Чтобы, не дай бог, это не произошло А почему, собственно, я должен бояться Вот этих событий О которых вы мне так настойчиво пытаетесь Их облечить в краску Какого-то ужасной Какой-то катастрофы Конфузии, скажем так А что произойдет, если выставить банк Что-то там он выставит Допустим, я не избежал Что может быть страшнее того Что жидкость покрылась вместо зелено-черным цветом фиолетовым Для меня это крах Вот это конфузия А то, что вы говорите Ну что? Ну что дальше? Смотрите, сейчас я пишу Банк выставляет всю сумму основного долга В единовременной оплате Дальше В течение месяца вам необходимо будет ее погасить Если вы не гасите В течение месяца всю сумму основного долга Документы передаются в суд В судебном Суд принимает решение Как правило Взыкать сумму основного долга С вас, да? Ну хорошо, объединил суд такое решение Далее, что происходит? Вот есть решение суда Если вы по решению суда не гасите сумму В пятидневный срок, да? В пятидневный срок, да? В пятидневный срок судья предлагает должнику закрыть вот этот вопрос Далее, что? Развивайте мысль Дальше судебные... Ну это я сейчас притормозил в связи со своей другой, более интересной научной деятельностью Но я вам еще раз говорю Судебный пристав в первую очередь должен смотреть не на сумму долга А на возможности должника И вставать на сторону более слабой, менее защищенной стороны Физического лица В споре с юридическим лицом С таким серьезным, как Сбербанк России Более того, судья ни в коем случае не примет от банка претензию В наличествующую в части штрафов, пени и так далее Если такое произойдет, я вынесу возражение Либо на заочное решение суда напишу заявление об отмене этого решения Так как не согласен с суммой долга На основании 333 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Я отменю все неустойки, которые банк мне вменит На основании своего искового заявления Но более того, Сбербанк, насколько я понимаю, еще обязан быть расстроган со мной договор И к этому я буду изо всех сил примиться в судебных разбирательствах И так И в результате все равно Конечно же, судья станет на сторону банка Это априори Это само собой, как говорится, дейюри А потому что у нас такая обстановка в стране Судьи лоббированы Ну и что? Далее Судебный приток Продолжайте Я вас перебил Но я, понимаете, вот эти ваши голословные заявления Помог вам Я развернул их в широком формате И теперь я вас попрошу продолжить Что будет на этапе исполнительного производства? Я надеюсь, вы поняли, что лукавить вам не нужно Я человек, разбирающийся в ситуации Владимир, дальше на этапе исполнительного производства Судебные приставы Описывают счетам Имеющиеся у вас Хорошо И гасят долг Ваших счетов И так у меня пусты, дорогой мой Или вы думаете, что я такой бездарь Сижу тут, не знаю, с чего закупить У меня реагенты для продолжения моей научной деятельности А у меня на счетах какие-то средства невероятные лежат Зачет не сдан в этом отношении Берите другой билет Владимир, дело в том, что я не буду решать Есть у вас денежные средства, либо нету Там уже судебные приставы посмотрят, проверят счета Если нету, будут описывать имущество Хорошо, предметы роскоши Итак, дорогой мой Давайте развивать мысль Ответьте мне, пожалуйста Что относится к предметам роскоши И что относится к предметам быта Коль вы сами влезли в эту рутину словесную Пожалуйста, держите ответ Владимир, сейчас нам необходимо договориться с вами Нет, нет, нет Уходите в сторону Уходите в сторону Будьте любезны, будьте мужчиной Продолжайте отвечать за свои слова Владимир, давайте так Мы не хотим доводить до крайности А какие? Где крайности? Пока что мы приближаемся к моей победе Юридической То есть мы сейчас уткнулись в судебных приставах И понимаем, что взыскать меня нереально К общему знаменателю Если сейчас я буду игнорировать ваши вот эти бессовестные звонки Непрофессиональные Я только останусь в плюсе А если я начну действовать так, как вы мне предлагаете Я понесу серьезные убытки И в итоге проиграю в финансовом отношении Я здравый человек И принимаю решение все-таки, чтобы ситуация решалась в суде Что вы на это скажете? Экзамен продолжается Я просто... Я сейчас просто... Молодой человек, вы соберитесь, соберитесь, не беспокойтесь Это же экзамен, это я просто аутирую На самом деле вы не на экзамене Вы просто пытаетесь подтвердить свою профессиональную принадлежность Пока у вас не получается На слабую троечку Ну, Владимир Михайлович, я не хочу никакие экзамены у меня, чтобы мне производились сейчас О, тогда о каких-то аудиториях пригласите следующее Да, хорошо, сейчас пригласим Мы с вами не договорились, то есть вы отказываетесь от оплаты Владимир Михайлович, я должен уточнить у вас контактные телефоны Вы мне хотите дать взяточку, чтобы я принял у вас зачет? Давайте, тогда я, может, что-нибудь несу в банк Мне студенты иногда подсовывают, но я принципиальный Дополнительные контактные телефоны для связи с вами какие-то имеются? А, вы хотите так, из-под воль подсунуть мне денежку, да? Я вам не буду говорить, вы не прошли экзамен, вы не ответили ни на один вопрос Вы знаете предмет поверхностно Вы занимаете не свое место, молодой человек Я вынужден констатировать факт, что вам нужно позаниматься как следует И после этого нормальным, достойным людям совершать звонки Не надеясь на то, что трубку возьмет дилетант Просто дилетантов на белом свете все меньше и меньше Времена меняются Хорошо Подумайте о своей принадлежности профессиональной Подумайте Хорошо Я понял вас, Владимир Михайлович Вы не специалист Я понял вас Я понял вас Хорошо, Владимир Михайлович Это хорошо Я понял, что вы оплату не произведете до 21 октября Я с вами прощаюсь Всего доброго До свидания Эзамен не сдан? Пригласите следующего До свидания До свидания Закройте дверь поплотнее В аудиторию Сквозняк Хлава, дорогая Нажай-ка побольше блинчиков Ха-ха-ха У меня настроение появилось Субтитры делал DimaTorzok